Общее сведение. Синдром эозинофилии и миалгии был впервые диагностирован и выделен как отдельная нозологическая единица в середине 80-х годов XX века. В те годы возникла вспышка данной патологии, обусловленная широким распространением препарата на основе трептофана, выпускаемого одним из японских фармацевтических предприятий. В настоящее время средства с содержанием такой аминокислоты в мире практически не выпускаются, однако случаи заболевания все равно встречаются. Обычно его причиной становится использование фальсификатов некоторых продуктов рапсового масла и лекарственных средств, содержащих в своем составе вредные примеси. Синдром с равной долей вероятности поражает как мужчин, так и женщин представляет потенциальную опасность для жизни. Синдром эзенофилии и миологии причины Расследование, проведенное вскоре после обнаружения патологии, показало, что ее причиной является не сам трептофан, жизненно важная аминокислота, а некоторые примеси в лекарственном средстве. Они попадали в препарат в процессе химического синтеза основных компонентов и считались условно безопасными по причине ничтожной концентрации. Предположительно эти примеси запускали необычные аллергические процессы, приводящие к поражению легких, резкому увеличению количества эзенофилов в крови, болезненности мышц и другим нарушениям. Развитие синдрома послужило основным поводом для запрета таких лекарственных препаратов. Существует также предположение, что основной причиной развития патологии являлись метаболиты трептофана – соединения под условными названиями ЕФТ и МТСА. Еще несколько веществ подозреваются в участии в патогенезии синдрома. Однако исследования, проведенные с чистыми вариантами данных соединений, имели неоднозначные результаты, поэтому их роль в этиологии Заболевание оспаривается некоторыми учеными. Помимо них, в тех партиях лекарственных средств, использование которых связывалось с патологическим состоянием, было найдено еще более 60 примесей. Ряд исследователей считают, что возникновение нарушений обусловлено с отчетанным действием сразу множества веществ. Существует мнение, что и сам л-трептофан при попадании в организм в повышенных дозах мог спровоцировать развитие азенофилии, миалгии и иных нарушений. Установлено, что эта аминокислота в чистом виде способна замедлять деградацию гистаминоподобных соединений, участвующих во многих воспалительных и аллергических реакциях. Лишь у некоторых больных, принимающих трептофан, развитие синдрома объясняется наличием особенностей реактивности или других механизмов предрасположенности. В то же время такая точка зрения не объясняет, из-за чего возникает патология при употреблении иных продуктов или лекарств, например, схожую симптоматику имеет синдром токсического масла. Патогенез. Патогенетические процессы при синдроме азенофилии и миалгии изучены еще хуже, чем его этиология, поскольку достоверно не определено. Соединение, провоцирующее заболевание. На основании клинических данных можно предположить, что определенный фактор провоцирует увеличение образования или замедление распада стимуляторов воспаления, гистамина, некоторых интерлейкинов и простагландинов. Это вызывает иммунную воспалительную реакцию в легких фасциях мышц, суставах и нервах. Пораженные ткани инфильтрируются макрофагами и лимфоцитами, что еще больше усугубляет патологический процесс. Развитие азенофилии, согласно данной гипотезе, связано с увеличением концентрации гистамина и азенофила играет центральную роль в процессах его распада. Согласно другой теории, патогенеза болезней первопричиной, напротив, является именно активация азенофилов, которые начинают проникать в ткани и способствовать накоплению в них токсических продуктов. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение воспаления с вовлечением иных иммунокомпетентных клеток и развитием лимфоцитарной инфильтрации. Но, как и в предыдущей гипотезе, пусковой фактор заболевания остается неизвестным. Данные гистохимических исследований могут интерпретироваться в качестве доказательств как первого, так и второго предположения по этому. Изучение синдрома продолжается. Симптомы проявления синдрома возникают после употребления лекарственных средств или других продуктов, содержащих трептофан и его метаболиты. Сроки развития заболевания могут сильно различаться от нескольких дней до трех-пяти месяцев после начала приема. Первоначально отмечается повышенная утомляемость и разбитость, которая сменяется выраженными болями в мышцах, усиливающимися при движениях. Одновременно появляются жалобы на слабость мышечной системы. Пациент становится неспособен выдерживать привычные для него нагрузки. Миология может сочетаться с неприятными ощущениями в области сердца, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс миокарда. Более чем у половины больных наблюдаются поражения дыхательной системы, проявляющиеся кашляем, хрипами при дыхании, одышкой. Течение патологии иногда осложняется симптомами плеврита, болями в груди при дыхании, усилением сухого кашля. Респираторные нарушения могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев. Зачастую определяются отеки подкожной жировой клетчатки на кистях или стопах. В особенно тяжелых случаях возникает накопление жидкости в властях тела, брюшной, плевральной, перикардиальной. У ряда больных эльзинофилией и миалгии отмечаются неврологические симптомы в виде нарушений чувствительности пальцев, кистей, стоп. Кожные покровы пациента обычно бледные или цианатичные, что говорит о недостаточной оксигенации крови и нарушенной легочной функции. Иногда выявляется поражение суставов, сопровождающиеся болями при движениях, отеками, покраснением области сочленения. Но чаще единственным признаком вовлечения суставов в процесс заболевания становится артрология. Системные нарушения повышения температуры, лихорадка, головные боли, рвота, возникают только у части больных с данным синдромом. Осложнение эльзинофилия и миалгия по данным медицинской статистики примерно в 4-5% случаев приводит к летальному исходу. Причиной смерти становится тяжелая дыхательная недостаточность или нарушение работы сердца, обусловленное миокардитом и накоплением жидкости в перикардиальной полости, гидроперикард. При длительном течении заболевания происходит уменьшение дыхательного объема легких за счет фиброза, что снижает качество жизни и трудоспособность пациента. Описаны случаи, когда после развития синдрома возникает ревматоидный полиартрит. Это свидетельствует о возможности иммунологических нарушений вследствие заболевания, но достоверные взаимосвязи между этими двумя патологиями пока не обнаружено. Диагностика для определения синдрома эльзинофилии и миалгии использует множество диагностических методик опрос больного, рентгенографические исследования. Общие лабораторные анализы. При возникновении затруднений могут дополнительно производить микроскопическое исследование мокроты, гистологические исследования пораженных тканей. Однозначным признаком патологии является использование пациентам лекарств либо продуктов, содержащих синтезированный свободный трептофан. Поэтапно диагностика состояния производится следующим образом опрос и сбор анамнеза. При общении с пациентом аллергологу-иммунологу важно выяснить, употреблял ли он в последние дни недели какие-либо лекарственные средства, масляные продукты, некоторые виды спортивного питания. С учетом этого можно определить, контактировал ли больной с трептофаном и его токсичными метаболитами. Среди жалоб наиболее часто отмечается одышка, боли в разных группах мышц, слабость. Рентгенологические исследования. На рентгенографии органов грудной клетки можно выявить признаки уплотнения легочной ткани в виде сетчатого зелкового или сетчатого поражения. Там же обнаруживаются признаки плеврита и изменения контура в сердце при гидроперикарде. Рентгенография не является основным методом диагностики, поскольку патологические изменения выявляются лишь в 20% случаев синдрома. Лабораторные анализы. В общем анализе крови определяется выраженная азинофилия до 1000 мкл. Нередко регистрируются признаки воспалительной реакции увеличения СОЭЛИКОЦИТОС. Гистологическое изучение. Для диагностики патологии могут производить биопсию легких при респираторных нарушениях мышц и фасций, премиологии и других тканей. В зависимости от клинической картины. Гистологическое исследование тканей пораженных органов выявляет инфильтрацию кровеносных сосудов мелкого калибра моноцитами и азинофилами-лимфоцитами. Дифференциальную диагностику проводят с инфекционно-воспалительными поражениями легких бронхитневмонии, заболеваниями сердца. И системными аутоиммунными состояниями, некоторыми формами ревматизма и полиартритов. Главными признаками синдрома является наличие в анамнезе приема лекарств или продуктов с трептофаном, отсутствие признаков инфекции по анализам крови. Лечение синдрома и азинофилия и миологии. Основным условием успешного лечения заболевания является исключение трептофан содержащего препарата или продукта, вызвавшего патологический процесс. Поэтому в ходе диагностики важно определить откуда больной получает провоцирующие вещества. Для уменьшения симптомов назначаются картикостероидные средства, обладающие выраженным противовоспалительным действием. Схема и длительность их использования зависят от конкретной клинической ситуации. Примерно у половины пациентов симптомы патологии исчезают через несколько дней после начала лечения, тогда как у других сохраняются на протяжении 2-3 недель. В симптоматические мероприятия требуются редко при сильном кашле могут применяться лекарства, уменьшающие активность кашлевого центра. Атики устраняют посредством использования диуретических препаратов. Антигистаминные средства не используют по причине их неоднозначного и слабого эффекта при данной патологии. Иногда назначают поддерживающее лечение с использованием поливитаминных препаратов.